В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Членов участковых избирательных комиссий наградили по итогам проведения выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа. Большая психологическая нагрузка легла на плечи членов участковых избирательных комиссий. Стая собак нарушает покой жителей Петровского проезда в Видном. Что делать? Два эко-проблемы. С одной стороны, дети полюбили эту собаку. 11 января во всем мире отмечают Международный день «Спасибо». Говорят спасибо и мы, и нам. Это очень здорово. Избирательная кампания по выборам в Совет депутатов Ленинского городского округа завершилась чествованием членов участковых избирательных комиссий, которые работали в день голосования на территории муниципалитета. На мероприятии побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В Доме культуры состоялась торжественная церемония награждения членов участковых избирательных комиссий. 22 декабря прошли выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа. Во время голосования на каждом участке присутствовало большое количество наблюдателей, но серьезных нарушений зафиксировано не было. Большая психологическая нагрузка легла на плечи членов участковых избирательных комиссий, но они выстояли, показали свой профессионализм, показали свою хватку, то, как они могут работать, как они могут мобилизоваться и грамотно реагировать и отвечать на ту или иную ситуацию. Со сцены собравшихся за профессионально проведенную работу во время избирательной кампании поблагодарил глава муниципалитета Валерий Венцель. Без вас не состоялись бы и выборы, без вас этот результат не был бы легитимный. И легитимизация данного результата мы очень ярко и четко наблюдали, когда Элла Александровна Панфилова выразила славу благодарности руководителю Московской областной избирательной комиссии Элли Сергеевичу Березкину за организацию проведенных выборов. Всего на территории муниципалитета в день выборов работало 63 участковые избирательные комиссии. Представителям УИКов глава вручил благодарственные письма. Среди тех, кто работал на участках, были как новички в избирательном процессе, так и те, кто уже много лет занимает активную гражданскую позицию. У меня комиссия профессиональная, которая уже давно. Моя задача была подготовить их, чтобы у них все было для работы. А уже день выборов они все сделали сами, профессионально, четко. Даже не то, что удивительно, а горд за них, что такая команда у меня была в эти выборы. Участок наш находился во второй школе. Принимал я участие во второй раз в избирательной кампании. Работа проходила организованно. Мы очень благодарны нашему ТИКу за помощь. Очень благодарны ИКМО. Мы получили очень большую поддержку информационную, организационную. Поэтому все было в рамках. После торжественной церемонии состоялся концерт с участием творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Расторгуева, Петровский проезд. Покой местных жителей нарушает стая собак. История началась еще летом и сегодня достигла точки кипения. Люди обратились к нам на телеканал в надежде, что соответствующие службы обратят внимание на сложившуюся ситуацию. В рубрике по адресу Юлия Погосян попытается разобраться в проблеме. Большая детская площадка между домами 14, 16, 18 и 20 по Петровскому проезду, что в Расторгуевской части города Видное. Летом прошлого года стало местом жительства двух бездомных щенков. Они сразу полюбились местными детишками, которые их подкармливали. Потом еду собакам стали приносить и взрослые. Со временем песикам оборудовали уютный домик. Прозвали собак Юки и Дикси. И все бы жили славно, если бы четвероногие жители Петровского не привлекли непрошенных гостей в виде стаи агрессивных кобелей. Сейчас, пока здесь живет Юки, Дикси, видимо, за ней уже начинают ухаживать другие собаки. Эти собаки не чипированы. Вчера сюда приходил уже свор собак. Их уже становится много, это становится опасным. Плюс местные жители подкармливают собачек, и это становится уже местом их питания, где они также могут в массе своей пребывать. По словам местных жителей, Юки песик очень ласковый, не агрессивная собака. Они до конца не знают, мальчик это или девочка. Вокруг много еды стоит. Это говорит о том, что собака не голодная. И домик такой очень уютный, теплый. Юки, иди к нам. Выходи. Выходи, малыш, давай. Вот так вот идет на сближение с человеком. Привет, мой хороший. Ну вот. Когда собака одна здесь, местных жителей это совершенно устраивает. Им не нравится, когда сюда приходит целая свора бездомных собак. Остальные собаки откуда взялись, я не знаю. Просто они прибежали сюда и начали жить здесь. Может быть не жить, может быть, но приходят и уходят, я не знаю. Да, питаются, вот кормят собак. А так это две собаки здесь уже с щенками они живут давно. Ни на кого не напали, никого не искусали, ничего. Какая двоякая проблема. С одной стороны, дети полюбили эту собаку, и там ребенок со стола ей кусочки таскает всякие, украивает. Ну и если уйдут эти собаки, на их место придут другие собаки, конечно, их надо всех устраивать. Потому что собака без хозяина, собака без дома, это все-таки сложно и самому животному тоже. Но приюты переполнены, поэтому пока единственный реальный выход стерилизовать и чипировать любимцев этого двора Юки и Дикси. Такая программа в Ленинском городском округе есть и успешно работает. В прошлом году на данную процедуру из бюджета Московской области муниципалитету было выделено порядка двух миллионов рублей. Процедура после отловы заключается в их стерилизации, соответственно, в передержке собак, в течение определенного периода времени, чипировании и выпуском в среду обитания. Для того, чтобы Юки и Дикси стерилизовали и чипировали, местным жителям необходимо отправить соответствующую заявку в администрацию Ленинского городского округа, после чего на место приедут сотрудники по отлову и заберут собак для проведения процедуры. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. В дни новогодних каникул во всем Ленинском городском округе проходило немало развлекательных программ для взрослых и детей. Одна из них состоялась в недавно открывшемся торговом центре в микрорайоне Государев дом. На мероприятии побывал и наш мобильный репортер. «Новогодний серпантин» – такое название получил праздник, в котором с удовольствием приняли участие и взрослые дети. Главной звездой праздника стал клоун. Впрочем, в его арсенале было немало умений. Хочешь – фокус покажет, хочешь – шоу мыльных пузырей. Ну и, естественно, рассмешит искрометной шуткой. В празднике принял участие порядка 50 взрослых и детей. Устроители отмечают, что подобные мероприятия прежде всего помогают подружиться с жителем относительно молодого микрорайона. 11 января, без преувеличения, самая вежливая дата в году. Ведь во всем мире отмечают Международный день «Спасибо». Какую роль в нашей жизни играет волшебное слово? Разбиралась наш корреспондент Екатерина Борисова. Есть такое волшебное слово. Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни тихим голосом, глядя прямо в глаза. Все мы прекрасно помним замечательный рассказ Валентины Асеевой «Волшебное слово». А часто ли мы в жизни говорим слово «Спасибо окружающим»? И действительно ли оно волшебное? Давайте разберемся. Мы не случайно начали этот сюжет в библиотеке, где, как ни в храме книги, можно найти самых образованных и вежливых людей. Мы решили поинтересоваться, так ли это. Да, они говорят нам спасибо за подобранные книги. И очень приятно, говорят спасибо за атмосферу библиотеки. Это нам, как работникам, очень приятно. Кстати, специально к Международному дню «Спасибо» сотрудники библиотеки подготовили целый стенд, где, в свою очередь, поблагодарили всех читателей. Мы говорим спасибо за то, что все-таки не пропадает наш такой век техники, и интерес книги к страничкам, к красивым иллюстрациям. Мы говорим спасибо нашим читателям, которые в том году помогли нам собрать книги, и мы их передали фонду в детские домики, а те уже, соответственно, нуждающимся семьям и в детские дома. Говорят спасибо и мы, и нам. Это очень здорово. Международный день «Спасибо» учредили по инициативе ООН и ЮНЕСКО. 11 января во многих странах мира проходят тематические акции, встречи и флешмобы. Их цель – научить людей быть вежливыми и внимательными друг к другу и ценить помощь окружающих. Я считаю, что нужно быть благодарным в жизни и благодарить абсолютно за все, что происходит в твоей жизни. И детей этому учу. Всегда будь благодарными. Всегда говори спасибо. Интересно, а часто ли в своей жизни мы слышим и произносим слово «Спасибо»? Да, каждый день. И я тоже самое каждый день. Частенько. Я вообще довольна, сколько говорят. Потому что я очень много говорю спасибо, поэтому мне говорят. Когда люди делают добро, почему бы не сказать спасибо? Да, очень часто. Очень часто. Почти все время. Регулярно. Семейство часто говорю за то, что они есть. Мы поинтересовались, кого жители муниципалитета поблагодарят Международный день «Спасибо» в первую очередь. Привет. Друзей за что-то. Родителям. В первую очередь родителям за то, что дали жизнь, за то, что воспитали такую, какая есть. Покупатели, потому что они говорят нам спасибо, и мы ради их и работаем. Внуков за то, что у меня есть дочь свою, за то, что она мне внуков подарила, зятя. Сам, первая, с вашей женой. Спасибо. Спасибо. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания «спаси Бог». Корни английского аналога также уходят намного глубже простой благодарности. А как звучит слово «спасибо» на других языках? Ахмед, Мерси, Данкишон. Английский, только сенький. Соксогол. Это спасибо. Психологи уверены, слова благодарности – это устное поглаживание, способное подарить радость и согреть любое сердце. Поэтому не забывайте почаще говорить это волшебное слово. Спасибо. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. От гремели новогодние праздники и баскетбольные баталии. Вновь начались во дворце «Спорта Видное». В первом домашнем поединке 2020 года «Спарта НК» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Европы сразилась с командой «Фрибург» из Швейцарии. Подробности в нашем сюжете. 9 января на родном паркете видновчанки провели ответный поединок против швейцарского «Фрибурга». Напомним, что первая игра двухматчевой серии завершилась для «Спарты» победой с 17-очковым преимуществом. Я надеюсь, что мы постараемся выполнить максимум в этом сезоне. Уже неплохой результат. Мы вышли во второй раунд Европы. И вот после этой игры будет понятно, как мы будем двигаться дальше. Подопечные Сергея Данилина стартовали с 9-очкового гандикапа по итогам первых 10 минут. И на радость болельщикам постепенно наращивали отрыв. После праздничного перерыва в дворце «Спорта» собралось немало поклонников баскетбола. Кто-то пришел впервые, а кто-то, как Антон, вместе со своими друзьями не пропускают ни одного матча. Прихожу на каждую игру, поддерживаю команду. «Мой любимый игрок – по риске. Я слежу за ее жизнью, слежу за ее игрой. Как она играет в США?» «Очень хорошо они играют. Тут хорошие игроки. Много очков набили. И очень я их хвалю». При поддержке трибун со счетом 79-63 наши баскетболистки одержали важную победу. Анастасия Зоткина с 14-ю очками стала лидером встречи. По 13 у Анастасии Комаровой и Камилла Агун. Победив швейцарский клуб, «Спарта-НК» оформила путевку в следующую стадию Еврокубка ФИБА – раунд 16-ти, где им предстоит встреча с турецким «Хатаем» 23 января в «Видном», 29-го в «Антаке». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.